привет привет как дела это я попал на застолье в честь праздника наверно какого-то вы не против если я с вами посижу просто мне немного одиноко я не блогер отнюдь просто это квартира моего друга а он диджей на радио он сейчас уехал просто по делам вот я тут остался ну представьтесь как он как вас зовут я павел павел а я максим вика и павел очень приятно а я просто вику не вижу вику почему-то работа интересного в полиции так это что-то рулетка какая разница это какой-то убойный отдел небось не хотите как хотите а что вас за блюдо вот интересно и в сливочном соусе картошка фриз говядина и кинзой и салат харбин и суши нифига себе хороший стол неплохой это все на заказ да да ну то есть действительно повод собраться был за все время а где познакомились в тиндере ничего себе и вот это я наблюдаю сейчас первую встречу вашу и вы заказали себе и ой вау как красиво как классно почему почему вот мне вот интересно ваше мнение мое мнение почему вам не нравится компания друг друга и моя не нравится компания она ведь что встретились первый раз и почему-то не устраивает ее это так может быть она объяснит нам что-то мне подсказывает что ваша встреча проходит неудачно это уже мое мнение могу объяснить если хотите да нет я не психолог ну во первых очень много акцента на коте когда у тебя есть собеседник то есть ты уходишь от темы почему тебе не нравится застолье и при этом ты акцентируешь на коте внимание но это странно чуть-чуть до переводишь тему на кота я уверен что это не в первый раз сейчас было то есть дом до моего пришествия сюда ты еще но не первый и не последний раз так делаешь а второе и самое важное то что вы включили чат рулетку для чего если вы вдвоем впервые видитесь за 10 лет боже кто это так но неужели вам не хватает компании друг друга после 10 лет онлайн общения вы впервые встретились и настолько не о чем пообщаться что вы включили чат рулетку да мы уже с утра общаемся нам хватает то есть это для вас как посмотреть телевизор вместе это посидеть в чат рулетки да 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 мы посмотрели сегодня одноклассники потом притык да потому еще посмотрели этот астрал нам хватило какие темы вообще вот обсуждают люди которые 10 10 лет общались в интернете я сейчас с кем разговариваю я не понимаю а почему ушел как иван павел павел слушай а вот давай наедине он тебе нравится вообще у вас будет сегодня что-то он не друг просто друзья просто друзья что-то должно быть нет просто не ленили не постой постой если сейчас мы с павлом останемся наедине я думаю что он скажет что очень хочет тебя в писю под потрахать не это так я просто ну как бы и он же мужчина лол так не бывает что он с девочкой 10 лет общается в интернете потом с ней встречается он естественно хочет ее то есть тебе он как сексуальный партнер он не друг ну это френд зона да просто дело в том что тебя он назвал своей девушкой мне кажется ты разбиваешь ему сердце скажи как есть он знает о том что ты считаешь вас друзьями да он пописал да сейчас мы у него узнаем во первых вытерли он писюн своей салфеткой перед меня там который возможно на которую возможно рассчитывает вот какой что вообще ты встречу оцениваешь от 1 до 10 можно узнать какой-то блоге никакой пиздёшь как я тебе доказать обратно но это не аргумент павел это правда да ты бы хотел переспать с юлей да нет 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 чуваки это был бы наверное лучший разговор ну как минимум за этот год ёбаная чат рулетка ну почему всегда на самом интересном месте ну почему всегда так но я же знаю что он я уверен что он хочет ее вагину я уверен в этом на 150 процентов так обычно и бывает но лол кого мы обманываем ты общаешься с девочка 10 лет вы встречаетесь естественно он купил гандоны блять ну конечно же он купил ну он хотя бы подумал про гандоны ёб твою мать не может быть такого вот это это классика класс а а